Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Можно ли приручить абьюзера? Очень люблю, ему 35, мне 30. У нас уже общий малыш, ко мне у него видимо нет чувств, только потребительское отношение. В силу моей любви и общего ребенка, хочу повернуть ситуацию в свою сторону. Как это сделать, подскажите. Ну, здесь в первую очередь меняю история ваших отношений, чтобы понять, действительно ли мы говорим про абьюзера и с чего вообще взялись, что это абьюзер. Вот, если у него к вам потребительское отношение, как вы говорите, это еще не означает того факта, что человек абьюзер. Ну, например, допустим, можно, в принципе, говорить о том, что абьюзеры, как правило, не заводит детей, то есть, как бы, потому что это их привязывает. Таким образом, здесь ситуация несколько не ясна, да, то есть, вот, абьюзер, не абьюзер в данном случае непонятно, то, что вы говорите, что это абьюзер, ну, как бы, вы можете ошибаться, в принципе. Ну, вот, по поводу того, что это абьюзер, к, ну, к сожалению, да. Поэтому, в первую очередь, нужно выяснить, не ошибаетесь ли вы. Вот. Второй момент, ну, заключается в том, что, условно говоря, если вы говорите, что вы его любите, вот, ну, человека, в смысле, вы говорите, что вы любите человека, то, немного странно звучит, ваше намерение его приручить, обычно, кого любят, не приручают. Вы, как бы, говорите об этом так, что, вот, хотите, там, грубо говоря, привязать его к себе. Вот. Это понятно, что вы хотите его к себе привязать. Как мне кажется, это понятно. Ну, мягко говоря, это не выглядит историей про любовь. Вот. выглядит больше, знаете, как, то, что вы без него не можете, например. И если вы, например, и правда без человека не можете, то, на мой взгляд, это не совсем про любовь, так как, на мой взгляд, это больше про зависимость, больше про какую-то, вот, невозможность, ну, невозможность быть без человека, вот, как бы, но никак не про любовь. Вот. А если человек меняться сам не хочет, если человека все устраивает, то вряд ли вы что-то можете изменить в этой ситуации, как мне кажется. Вы можете изменить свое поведение, вы можете проставить, например, свои границы, а, да, личные границы. Вы, ну, вы можете это сделать, вы можете это сделать. Можете проставить свои границы. И тогда, может быть, из этого что-то, что-то такое получится. Но, поскольку вы любите того, у кого к вам потребительское отношение, то, как правило, это свидетельствует о ваших личностных проблемах. Вот. Как правило. Поэтому, в первую очередь, нужно разбираться с ними. У человека к вам потребительское отношение, вы его любите. Значит, вы в данном случае что-то, что делаете, что делаете. Вы идеализируете человека. идеализируете человека, а вы значит, как бы на него получается переносите вот часть своих желаний, часть своих потребностей и решений ваших проблем. Потому что не готовы его отпустить. Замечаю, при этом, что, в общем-то, вы его обесцениваете. Потому что приручить это вот как раз про обесценивание. Вот. К сожалению. поэтому здесь, ну, на мой взгляд, нужно вот как-то вот в таком направлении. Вопреки в таком направлении действовать. И если это обидор, если это тиран, да, то, соответственно, вы находитесь в позиции жертвы. В данном случае. Тоже немаловажный аспект, как мне кажется. Вот. И, и, соответственно, вам, ну, из позиции жертвы желательно выходить. Да, чтобы вы как-то вот, ну, не были вот в такой позиции, позиции, позиции жертв, грубо говоря. Сейчас вы в этой позиции находитесь, вот ваша задача, чтобы, ну, из нее, как бы, выходить мне не быть. И, что, соответственно, важно, это, значит, выстраивать границу, как я уже сказал. Выстраивать границу, ну, целью границу, соответственно, ну, между, вот, вами, грубо говоря, и, соответственно, мужчины, это важно, потому что только так можно вот прийти к чему-то, какому-то решению. Да? Понимаете, с чем идет речь? То есть, вам, вам, иными словами, вот, в первую очередь, нужно работать над, ну, над собой, вот, над, вашими границами, вот, и, да, надо, разобраться лучше, вот, в, своих чувствах, вот, в своих эмоциях, в своих переживаниях, чтобы, как-то, вот, лучше вы понимали, чего вам нужно, вот, чего вы хотите, в чем, в чем, как бы, вы нуждаетесь, и, ну, максимально корректно это выражать. Сейчас вы этого, ну, на мой, на мой взгляд, не делаете, ну, потому что находитесь, вот, в, в области, о, той модели поведения, к которой привыкли. Вот, если не было так, с этим мужчиной, а, ну, в отношениях, оказаться, совсем, совсем, непросто вставать. Соответственно, все это нужно разбирать. Опять глядишь, и, 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 меньше, гораздо. Вот. Нуждаться вы в нем уже будете меньше, гораздо. И, 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 вот, собственно, вы в нем будете меньше нуждаться, вот, появится шанс. Вот, шанс отношения улучшит. Только единственный момент заключается в том, что вы не путали. любовь и потребность. Любовь Все-таки, вещи, это, разные. смешивать, как-то, одно с другим, на мой взгляд, идея не совсем хорошая. понятно, что вам обращать и переубеждать вас, как бы, никто не будет, но, вот, просто нужно, ну, обязательно нужно сказать, что, как вот вы говорите, приручать человека, ну, это, что все-таки не животное, не зверь, чтобы его, приручать. Поэтому, кто вот, ну, на мой взгляд, было бы неплохо, а, разобраться с тем, что вы вообще, вот, к нему, че, к нему, чувствуете, потому что, одно дело, если вы, грубо говоря, боитесь одиночества, да, боитесь остаться человека, ну, если вы боитесь боли, если вы не принимаете, да, вот, условно, какой-то опыт, ну, возможный опыт, расставания, с, человеком, вот, это, ну, не то самое, не то самое, что, вы его любите. Вообще, любое, это, больше, про принятие, про принятие, человека, таким, какой он есть, вот, а не, про попытку, его к себе привезут. Поэтому, построить, гармоничные отношения, вы сможете, когда, как раз таки, не будете, пытаться, пытаться, человек к себе привезать. А для этого, нужно решить, вот, ваши, личностные проблемы, которые у вас имеют, вот, и, в принципе, тогда ситуация, имеет, вот, все, шансы стать лучше. Сейчас, к сожалению, вы находитесь, в состоянии, как бы, треугольник, как гармона, да, то есть, вы находитесь, вот, треугольнике, в деструктивных отношениях, где вы, вот, пытаетесь, привезать к себе, человека, которому, вы, которому, которому, вы не нужны. Случайно ли это? Нет, не случайно. Не случайно, вы пытаетесь, условно говоря, добиться, любви, того, кому вы не нужны. Правило это, вот, именно, вот, за счет, так сказать, за счет, борьбы, если можно так выразиться, борьбы, со страхом отвержен, вот, то есть, если вы, если вас когда-то отпрыгали, вот, то вы, вот, соответственно, выбрали для себя, как-бы, вот, такой способ, такой способ, как бы, ну, решения этой проблемы. То есть, вы не разбирали это, вот, например, с психологом, ну, ну, допустим, как у вас так получил, да, что вы оказались в такой ситуации, что вы переживали, что вы думали, что вы хотели, ну, вот, ага, вы, вот, просто выбрали, некое такое, ну, скажем так, реактивное поведение, да, как бы, вот, вы выбрали, ну, то, что называется, именно, реактивное поведение, ну, ну, такой, знаете, вот, небольшой, я бы сказал, долей осознавания, а необходимо осознавать, вот, необходимо для вас, для вашего ребенка, которому, ну, могут передаться ваши трудности, ваши проблемы, ваши сложности, и так далее, вот, как бы, это все нужно разбирать, вот, со всем этим нужно работать, вот, и, как результат, вы сможете выстраивать хорошие, доверительные, здоровые отношения, вот, все, собственные, и будете являться, для вас положительным, позитивным эффектом. Ну, и хотя бы, о человеке расскажите, да, то есть, если хотите повернуть ситуацию в свою сторону, хорошо, хотя бы, расскажите про, как бы, ну, про человека, расскажите хотя бы, что, кто, ну, что ему, как бы, ну, ценно, важно, и тогда, чтобы, вот, мы хотя бы понимали, о чем это речь. Вы же не думаете, что есть вот какой-то уникальный способ и универсальный ключик для приручения обиды. Ну, нет. Вообще-то, это довольно такие вот свободолюбивые, скажем так, люди, которые, ну, весьма неохотно расстаются со своей свободы. Вот. А, в том числе, в том числе, потому что они боятся близости. Вот. Эмоциональные близости боятся, и, вы, если выбираете такого человека, который боится близости, ну, получается, что боитесь близости тоже. Вы его и привязать к себе хотите, чтобы не было риска его потерять. А близость настоящая может быть только, когда есть возможность для человека уйти, когда есть свобода. Свобода выражения того, что вы чувствуете, и свобода выражения того, что чувствует другой человек. Понимаете? То есть ходить для одного, получается для другого. Вот надо это как-то скорректировать, чтобы оно параллельно помогает друг другу, а не как сейчас это происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. поры. Можно